Ваше превосходительство, уважаемые делегаты и участники, позвольте мне поприветствовать каждого из вас на 18-м ежегодном заседании Международного форума по управлению интернетом. И я буду вести эту церемонию открытия. Прежде чем перейти к церемонии открытия 18-й ежегодной конференции Международного форума по управлению интернетом, хотим представить вам сцену открытия традиционного спектакля Кабуки, который называется «Два льва» Сан Суи. Кабуки – это необычное искусство, которое разродилось в Киото в начале периода Эда. В этой сцене героический дух льва появляется в сцене Рянгши. В этой сцене лев, понюхав цветок, начинает танцевать, как если бы сойдя с ума, и это будет представлено профессиональным актером Кабуки. Тем самым будет создано цифровое представление, вполне в соответствии с духом конференции по ИТ. Международный форум 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 Я хочу объявить открытую церемонию открытия. Господин Антонио Гутерреш, генеральный секретарь ООН, обратится к залу видеообращения. Его выступление будет представлено господином Ли, заместителем генерального секретаря ООН. Прошу вас подняться на трибуну. Доброе утро. Ваше превосходительство, господин Аксидо Фуумио, премьер-министр Японии. Ваше превосходительство, уважаемые делегаты, дамы и господа. Мне попала высокая честь представить генерального секретаря ООН, господин Антонио Гутерреш, который обратится к вам с экрана. Прошу вас. Ваше превосходительство, дамы и господа. Для меня огромная честь обратиться к Международному форуму управления интернетом, который сейчас проводится в Киот. Я хочу поблагодарить вас за ваши усилия, направленные на объединение правительства, технического сообщества, частного сектора, гражданского общества для того, чтобы решить важнейшую задачу занятия открытого, безопасного глобального интернета. В течение длительных лет такое сотрудничество продемонстрировало свою эффективность и жизнестойкость, несмотря на растущую геополитическую напряженность, распространение кризисов и раздробленности. Сегодня ваша работа важна как никогда. Нам необходимо продолжать использовать цифровые технологии на основе интернета для того, чтобы добиться цели устойчивого развития, построить лучшие меры и решить проблемы, связанные с клиентом. С моей точки зрения, есть три направления для деятельности. Во-первых, необходимо сократить разрыв в связи с тем, чтобы 2,6 млрд человек имели доступ к интернету, прежде всего женщины и девочки в менее развитых странах. Во-вторых, мы должны сократить разрыв в управлении и привести в соответствие работы между ЭДЖФ и другими органами, которые отвечают за цифровые вопросы в системе ООН. И, в-третьих, нам необходимо укрепить подход, основанный на правах человека, к сотрудничеству в области цифровых технологий. Очень важно, чтобы интернет и физическая инфраструктура, на которую он упирается, продолжал бы сохранять свои характеристики, а именно открытость, безопасность и доступность для всех. А это означает, что те институты, которые уже давно существуют, основаны на модели с участием множества заинтересованных сторон в области интернета, должны считать нашу поддержку. И это означает, что руководство было создано для того, чтобы обеспечивать необходимое руководство и финансирование. Для того, чтобы продвигать эту работу, был создан рекомендательный совет высокого уровня по искусственному интеллекту. Были предварительные рекомендации, и к концу этого года они будут включены в цифровой договор, который будет представлен в 2004 году. И в соответствии с целями, с принципами, с действиями, которые направлены на то, чтобы человек стоял во главе угла. И правительство и частный сектор женского общества должны сделать все, чтобы эти обязательства, которые найдут отражение в этом договоре, нашли бы отражение в реальной жизни. Мы можем позволить себе раздробленности. Я надеюсь на то, что наша встреча в Киото внесет колоссальный вклад во продвижение наших совместных усилий. Вместе мы можем добиться тех целей, которые были определены для этого форума. И тем самым мы выполним нашу задачу – расширить полномочия и возможности для всех людей. Благодарю вас, господин генерал-секретарь. Теперь позвольте мне также выразить благодарность правительству Японии, которое принимает нас здесь, в Киото. Уважаемые превосходительства, дамы и господа, как генерал-секретарь, чтобы она напомнила, те вызовы, которые стоят перед глобальным сообществом в перспективе реализации повестки на 2030 год, огромны и очень сложны. Интернет играет неотъемлемую важнейшую роль в решении этих сложных вопросов и позволяет нам приблизиться к более жизнестойкому будущему. Но для этого необходима ответственность и необходимо использовать цифровые технологии в то же самое время, снижая риски, связанные с этим. Необходимо реагировать в рамках ООН с тем, чтобы объединить страны и людей, вне зависимости от того, к какой группе заинтересованных лиц человек принадлежит. Необходимо, чтобы IGF укрепил свою роль в качестве форума, который позволяет прийти к консенсусу и выявить цифровые решения для достижения повестки на перспективе на 2030 год. В связи с этим я приветствую тот факт, что этот форум ставит во главу угла очень важные вопросы, которые требуют срочного решения. Надеюсь на то, что ваши рекомендации и вклад в решение проблемы позволят нам наметить путь в будущее. Дамы и господа, 18 лет тому назад, в 2005 году, IGF получил свой мандат на заседание ВУИС. В 2025 году ООН пересмотрит мандат на Генеральной Ассамблеи и изучит итоги работы форума с тем, чтобы определить его будущее. Давайте помнить об этом. Я хочу попросить вас на этом форуме рассмотреть три вопроса. Во-первых, удалось ли форуму по управлению интернетом выполнить поставленную передним задачу? Во-вторых, каким образом может интернет в большей степени способствовать или ускорить достижение ЦУР? В-третьих, каким образом Международный форум управления интернетом может поддержать подготовку и дальнейшие действия после принятия цифрового договора, который будет примет на саммите будущего? Этот форум дает дополнительной возможности странам сформировать лучшую политику области цифровых технологий с тем, чтобы обеспечить открытый, инклюзивный, безопасный доступ к цифровым технологиям для всех. Мы должны обеспечить выполнение этой политики. Мы призываем к более честному сотрудничеству всех в рамках партнерства между всеми заинтересованными сторонами к повышению цифровых инноваций для ускорения реализации ЦУР с опорой на техническое сотрудничество с глобальными странами Юга. Вместе мы должны стремиться к построению интернета, к которому мы стремимся. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, ваше превосходительство. Далее я хочу попросить выступить его превосходительство господину Кисида Фумио, премьер-министра Японии. Господин Кисида, прошу вас, вам слово. Я обращаюсь к вам как к премьер-министр Японии. Меня зовут Фумио Кисида. Доброе утро. Добро пожаловать в Японию. Прежде всего, позвольте мне высказать свое почтение всем, кто принимает участие в этом форуме, к тем, кто находится в этом зале, к тем, кто принимает участие в удаленном формате. Высказать мое почтение всем тем, кто принимает участие в дискуссии о том, каким образом сделать интернет лучше, как сделать это реальностью. Мое глубокое почтение всем и каждому. Основополагающий подход Международного форума по управлению интернетом – это открытые, демократические, инклюзивные процессы, что полностью соответствует основополагающим ценностям и моей страны. Мы с удовольствием приветствуем вас здесь впервые. Мы впервые, моя страна, принимает Международный форум по управлению интернетом. Цифровые технологии, в том числе интернет, являются двигателем экономического роста и экономической деятельности во всем мире. Интернет – это свободный форум, который позволяет выражение разных мнений и предоставление разных услуг, не будучи связанным ограничениями времени и пространства. Интернет стал совершенно необходимым как в повседневной жизни, так и в социально-экономической деятельности. Кроме того, это основа для всех демократических стран. Свободный интернет, нефрагментированный интернет, имеет важнейшее значение для решения проблем, которые стоят перед человечеством – как развитие, здравоохранение, безопасность. Кроме того, необходим для дальнейшего развития всего человечества. С другой стороны, необходимо отметить также, что с интернетом связано распространение незаконной информации, вредоносной информации, дезинформации. Интернет становится пространством для кибератак, для киберпреступности. Все это угрожает нашей безопасности и свободной социоэкономической деятельности. Мы не можем закрывать на это глаза. Я убежден в том, что мы можем извлечь максимальную пользу из интернета и при этом минимизировать риски. Для этого необходимо объединить всех участников с разных колокол мира с тем, чтобы они поделились своими соображениями, выразили свое отношение, свои мысли в рамках подхода с участием множества заинтересованных сторон. Я полагаю, что тема сегодняшней конференции, к которому мы стремимся, расширение возможностей для всех, является отражением нашего стремления к инклюзивному интернету, который не позволит никого оставить за бортом, который позволит определить нам путь в устойчивое будущее для всего человечества. Правительство моей страны, как страны, принимающие на своей территории в этом году Международный форум по интернету, считает, что мы обязаны внести свой вклад в эту дискуссию. Мы убеждены, что интернет должен сохранять свой характер как открытая, свободная, глобальная, самосовместимая, безопасная площадка, вызывающая доверие для того, чтобы обеспечить свободный поток данных и для того, чтобы нести свой вклад в развитие всего человечества. Япония полностью привержена к поддержке процесса управления интернетом в рамках модели с участием множества заинтересованных сторон. Наконец, необходимо отметить, что эта конференция проводится в Киото. Киото – это город с богатейшими историей, с традициями, уходящими в глубоков. Вы здесь будете обсуждать будущее интернета, взаимодействовать с другими участниками конференции. Но я надеюсь, что вы найдете время, тем не менее, насладиться гостеприимством этого города, его культурой. И надеюсь также, что эта конференция в Киото внесет значимый вклад в будущее международного сообщества, и что эта встреча станет важной и интересной для каждого из вас. Я завершаю на этом свое выступление. Благодарю вас за внимание. Попрошу вас еще раз поприветствовать аплодисментами выступавших.